Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как скачать последнюю версию Star 3.0. Да, вы не ослышались, это последняя версия. То есть, большие обновления не будут выходить на данный чит. Не будут они выходить по той причине, что он уже довольно старый. Ему скоро уже будет год. И с каждым разом, когда я делаю обновления, остается все меньше и меньше новых фишек, которые можно добавить. Но вы можете не расстраиваться, потому что в скором времени, я думаю, создам новый чит. Он будет лучше данного чита старых. Ну, раза в два-три точно. Так что вам остается только ждать. Ну, в принципе, давайте перейдем к сути ролика. Чтобы скачать нам чит, нажимаем кнопку скачать бесплатно. Ждем, пока загрузка у нас дойдет до конца. Это буквально секунд 10 у вас займет. Все отлично. И нажимаем скачать файл. Так, все, мы скачали. Также у меня скачивание заблокировалось. А если у вас такая же фигня, нажимаем на эту стрелочку. И вот здесь у вас кнопочка сохранить есть. Вы ее нажимаете, у вас скачивается. А если вот здесь у вас нету кнопки сохранить, нажимаете показать все. И вот здесь она будет. Нажимаем ее. Все равно продолжить. И, как видите, все скачалось. Отлично. Так, теперь. Также, да, советую отключить антивирус при установке. Потому что он в любом случае будет ругаться на чит. Потому что, как вы знаете, он в игре меняет скрипт основной. И из-за этого антивирус думает, что это вирус. Так, все, я восстановил. Нажимаем показать в папке. Заходим в нее. Вот она, отлично. Так, и теперь сворачиваем наш браузер. Вы тоже это делаете. И потом папку с читом переносим на рабочий стол. У меня уже она перенесена. Но давайте я заменю. Все, как видите, все перенеслось. Отлично. Заходим в нее. И запускаем наш чит. Все, отлично. Он открылся. Как видите, он работает. Здесь кредиты есть. То есть, кто создал чит. Я думаю, в принципе, вы все уже давно знаете. Также настройки. Потом темы можно включить разные. Ну, конечно, темы, честно скажу, смотрится, наверное, не очень, но как получилось сделать, так сделал. Потому что опыта у меня, как вы знаете, не очень много. Вот такие вот цвета. Тут довольно много разных цветов. И меняется именно задний фон. Ну, в принципе, довольно прикольно. А фаст команды. Их достаточно немного. Но тут самые основные. Скрипт хаб. В принципе, скрипт хаб довольно большой. Но, может быть, какой-то скрипт уже не работает, так как его уже пофиксили. Так, ну, давайте перейдем на сайт роблокса. И сейчас заинжектим какой-нибудь скрипт из скрипт хаба. Давайте посмотрим, какой лучше всего будет нам заинжектить. Так, ну, в принципе, давайте, я думаю, на Ninja Leggings 2. Пишем в поиски. Ой, не так. Все, выписали. И вот она вторая часть. Запускаем. Естественно, ждем, пока у нас все загрузится. Буквально несколько секунд. Все отлично. Убавляем звук. И делаем качество на максимум. И выбираем компьютер. Так. После этого заходим Execute. И нажимаем кнопочку Inject. Ждем, пока мы заинжектимся. Так, здесь разрешаем. Все отлично. Мы заинжектились. Как видите, открылся сайт. Вы можете закрыть, потому что он нам не нужен. Также появилась иконка. Значит, все работает. Отлично. И также вот здесь пишет онлайн. Так, теперь ищем нашу игру. Нажимаем вот здесь на эту кнопочку. И, как видите, скрипт запустился. Отлично. Так, давайте протестируем автосфинг. Давайте это пока закроем. Это перенесем сюда, чтобы было удобнее нам смотреть. И включаем. Как видите, работает. Но, получается, если из рук убрать меч, как видите, эта функция не будет работать. То есть, нужно, чтобы у вас обязательно был меч в руке. Как видите, все прибавляется. Так, автосел. Тоже работает. Отлично. Я еще какой-то квест выполнил. Так, автобосс. Давайте попробуем. Достаем меч. Тамаг наносится, но наношу его не я. Значит, нужно включить функцию автосфинг. Так, вот, все. Пошли уроны, но очень мало чему-то. Давайте еще раз включим. Странно. Раньше эта функция работала, но, как видите, со временем уже все перестает работать, если это не обновлять. А, вот, все, вроде пошло. Вот я сейчас мышкой, смотрите, я мышку убираю вообще вот сюда, допустим, на эту панельку и опять перестал наноситься. Ну, ладно, в принципе, не суть. Она, короче, через раз работает, но это работает, как видите. Автошарды, это получается, вы будете на них тпхаться, либо они к вам тпхнутся. В принципе, это не очень интересная функция. Автокотч. не знаю, что это за функция, а, понял, это царь кары. Как видите, тпхнулось, и у меня пошел фармиться опыт, получается, вот эти шарды. Также можно фармить плохую и хорошую карму. Давайте, в принципе, продемонстрирую. Нажимаем плохую карму, включаем автосвинг. Вот, как видите, вот эта функция, в принципе, вполне нормально работает. Вот, если у вас не будет включен автосвинг, то, естественно, вы никого не сможете убивать. Так, ну давайте сейчас убью еще кого-нибудь последнего, чтобы убедиться точно. Ну все, как видите, работает отлично. Так, идем дальше. Автобай. Не знаю, хватит у меня на что-то или нет, но давайте пробуем. Скорее всего не хватает. Так, давайте умрем. Посмотрим, сколько следующее оружие мне стоит. Может быть, просто эта функция почему-то не работает. Сейчас мы с вами точно это проверим. Так, бежим сюда. Ага, все, понял. У меня не покупается то, что мне нужно открыть новую планету. Окей. Вроде бы тут где-то был телепорт. Вот, Янлук, Ал Исланд. Нажимаем. И, как видите, все планеты у нас открываются. Так, идем сюда в магазинчик. Смотрим, сколько следующее оружие будет стоить у нас. Так. Чуть-чуть мне не хватает. В принципе, можем попробовать зафармить. Пока смотрим другие функции. Либо не зафармим. Потому что прибавляется очень мало. Ну, ладно. Короче, не суть, но насчет этой функции я уверен на 70% то, что она работает. Так, тут вообще у нас все автопокупки. Давайте глянем скиллы. где они тут у нас. Ага, и тут у меня все куплено. Значит, не смогу продемонстрировать. Тут тоже все куплено. Ладно. Идем к этому. Также здесь вы можете открывать автоматически вот эти кристаллы. Стоит 5 миллионов, как он там называется. Ищем его здесь. Вот он. И нажимаем открытие X3. То есть включаем. И не работает, как видите. Значит, это пофиксили, скорее всего. Да. Либо просто не то выбрал. Скорее всего то. Но что-то он не хочет работать. Ладно. В принципе не суть. Также можно автоматически продать пэтов. Давайте посмотрим, какие у меня тут пэты. Ну, в принципе фигня. Можно проверить. Включаем. Как видите, они продались. Отлично. Мне деньги начислились. Так, идем дальше. Также можно отдельно выбрать планету, на которой вы хотите тпкнуться. Также можно тпкнуться на арену для прокачки. Как видите, тоже работает. Янук, Алл Исланд я вам показывал. Давайте посмотрим функцию Clim All Chest. То есть собрать сундуки. Так, первый сундук собрался, второй собрался. Ну, вот так постепенно он будет собирать. Ну, и последнее это кредиты. Это нас не интересует, потому что здесь функций нет. Ну, как видите, половина функций рабочие, половина нет. также вам показал только на ниже Leggings 2. Также в ScriptHub есть еще другие режимы, их довольно много. Можете на них тоже проверить и протестировать всякие функции. Ну, в принципе, на этом мы будем заканчивать. С вами, как всегда, был Избан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.